Рудовое законодательство, все хорошее, в трудовом законодательстве добыто добословочные полиции. Сейчас добословочная полиция станет плавно, и на переднем крае оказались коронавчаки. И когда она ослабевает, поскольку там никаких норм, принуждений нет, вот вы читаете трудовые кодексы, там что есть, а если не будут выполнять то, что. Вот там написано 130 запростое повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну красота, то есть должно быть больше, чем быстрее расти зарплата, чем идет инфляция. Выполняется. Там написано, что государство гарантирует обеспечение повышения реального содержания зарплаты. Есть 134 статья, тоже написано. Повышение уровня реального содержания зарплаты. Больше там ничего про это не написано в статье, но голова там есть. Ответственность какая? Ответственность надо смотреть где, в кодексе административных правонарушениях, максимум, скажем, за уклонение от коллективных переговоров, или, скажем, за невыполнение коллективных переговоров, 5000 рублей. Это смешно этот, любой дожданный и вытащит из кармана. Но он и не будет даже доставать, скажет, идите по судам, ходите, потом судебные приставы и так далее. Поэтому рассчитывать на это законодательство нельзя. То есть, как бы, что говорит закон? Вот если вы делаете по закону, значит, ваши требования справедливы и законы. Все. Значит, вот на этом надо стоять. И это нам очень важно, что вы не смутьянны, не нарушители и дисциплины. Мы наши требования, законы. Вот что очень важно. А все остальное, это только на коллективных действиях построено. Потому что вам, государство, если я, скажем, выступаю от государства, буржуазного, так, мы вам право проводить коллективные переговоры. Далее написано в том области. Переговоры. Можно освободить от работы на срок до трех месяцев те, кто участвует в переговорах. И если более половины членов коллектива, вот за это будет. Это раз. Второе. Значит, можно проводить коллективные трудовые споры. Мы вам что-то написали, что вы имеете право на сборку. Это что означает? Что вы? Означает, что вы не у хозяина барина работаете, а он барин только над средствами производства. Над кранами, там, над кирпичами, над цементом. А над вами он не барин. Он вам вообще никто. Вы ему продали свободно, на основе свободного договора, свою рабочую силу, на время, там, сроку мы не работаем. Все. Поэтому вы не обязаны это делать. Другое дело, когда человек нанимается один, ясно, что он ничего не может. А когда он в коллективе, то он, в общем, может быть организован. Поэтому нам надо думать, вот, как в таких формах организовать это. Потому что формы тут, может быть, самые разные. И не надо себе никаких перегородок делать. Например, можно организовать профсоюз кранов-чайков, если его нет. Независимо от того, какие профсоюзы есть. Потому что никто вас не запрещает быть в 14 профсоюзах. Никто не запрещает. Если есть какой-то профсоюз строитель, это уже хорошо. Вы и там какое-то ядро. Да все знают, как клетка устроена. Есть ядро, есть протоклад. Большая-большая, а клетка маленькая. То есть, если будет профсоюз, то вообще его очень хорошо. В рамках этого профсоюза можно есть. Как вы собираетесь действовать? Некоторые сразу будут регистрироваться. Это что значит? Обозначить, кто председатель, чтобы они начали... Вы никому ничего не обязаны. Я вот присутствовал, когда Константин Васильевич Медотов, который в Порту, он тоже висепрезидент фонда, и в Порту был председателем профсоюза Докера. Приходит прокурор. Дайте список ваших профсоюзов. Как этого не дадите? Я прокурор. Ну и что, что вы прокурор? Никому. Мы по закону никакой информации не обязаны. Никому. Кроме как по решению суда. Идите в суд. И он ушел, и все. То есть, если люди так... То есть, закон нужен для того, чтобы драмотно и так далее. Ну, там никакого секрета нет. Если вы скажете, какие-то будут ответы на вопросы вам, Иван Михайлович ответит на эти вопросы. Скажите, я, пожалуйста, я всем виски дал, можете позвонить. Прямо по-любому вопрос позвонили, спросили, ответил и так далее. Если надо, встретились. Мы сегодня собрались, товарищи наши сообщили от ваших казанских городовщиков через нашего товарища, который там с ними контактировал, Абединова. Надо будет встретиться, еще встретимся, я думаю. Потому что, ну, такие вещи, посоветоваться никогда не помешает. Я хочу императой заниматься. И император, и хорошо. Так это хорошо, если кто-нибудь занимается. Ну, прекрасно. И мы с МПР сотрудничали вовсю, и, между прочим, у них был коллективный договор по повышению реального содержания зарплаты, правда, на один год. Я скажу, вот у нас надо покрыть инфляцию и 20,5%. Зачем они сделали только на один год? Хотя по закону можно на три года. А потом продление еще на три года. Так что потом мы этих товарищей, как вы знаете, закрыли, это фордовский. И вот всем это основали, а МРА здесь вот ослабло. Значит, и по поводу контактов с МПРА, мы вот, когда находимся раз пастовка в свое время, мы выпустили газету «Фордовец». Вот, спецвыпуск «Газета за рабочее дело». На сайте фонда «Рабочая академия», там, где газета «За рабочее дело», можете ее посмотреть. Там это… Ну, там есть спецвыпуски, они обозначены. Вот. Вот такая газета по заказу, так сказать, по просьбе товарищей и при помощи профсоюза докеров. Вот мы так вот делали. И это вот имейте в виду, что это может быть сделано и здесь без выпуска. А на связи с МРА у нас вот… Да, я создаю в МРА. Он создаёт и в МРА тоже. Из-за того, что завод закрылся, на форге это был в костях организация. Сейчас вот завод закрылся, народ на бирже. Сейчас вот они без помещения пока остались. То есть у нас там не брали, сейчас ситуация у них не очень. Ну, может, на МРА он пользуется. Куда делятся? Те, кто согласились на малое количество откладов с увольнением, ну, тем выплатили оклады. А те, кто требовали, так сказать, как следует, чтобы им выплатили, ну, их в конце концов уволили, так сказать. Так что вот такая ситуация. Теперь фонд не работает? Да. Фонд не работает? Да, всё. Ну, вот здесь очень хорошее предложение. То есть, вот как товарищи понимают, задача нашей встречи. Ну, а мы со своей стороны хотели бы сначала вас послушать о ситуации. О нарушениях? Ну, да. Ну, вообще о ситуации. О ситуации, что вы можете рассказать? Что творится на строю? Вечное предложение было такое, чтобы… А наши товарищи попытались формулировать, попытались формулировать, вот что можно сделать в этой ситуации. Да, давайте вот так настроим разного. Вот примерно, сколько вот… Ситуация очень хреновая, скажем так, на русском. Никаких право машинистов не имеют, абсолютно. Нет, право, право, право таково как раз вы имеете. Это они не выполняют, это право. Так это большая разница. То есть, то ли вы нарушитель, так сказать, порядков и так далее, не слушаетесь, не выполняете и так далее, то ли и нарушитель. Надо представить ваше выступление и вашу деятельность как позитивную, как законную. А их деятельность как незаконную, как деятельность нарушителей. Это очень важно. Вот что бы мы с вами ни делали, но правильно поставить надо вопрос, кто здесь на почве закона, а кто нарушитель. Например, любой сейчас хроновщик, как я понимаю, может остановиться, потому что нарушены нормы техники нарушителей. Причем не надо никакие нормы по забастовке соблюдать, ничего не нужно. Ничего не нужно. Потому что вот я, скажем, если хроновщик, я имею право это не... Вот поэтому надо подумать. То есть прежде чем какие-то вещи делать, даже вот такого рода, одно дело один скажет, что я нет, а другое дело 30 человек, а куда они денутся тогда? Ну вот мы хотим от вас это услышать. Вот это очень важно. Правда? Да. Но это давно уже, это делают и другие разные способы. Например, есть способ медленно работать. Выходит генеральный директор, смотрит в окно, а все едет со скоростью около 30 км в час, эти огромные погрузчики, а тут они едут 3 км в час. Но есть нюанс, например... Сырой безопасности. Есть нюанс один, да. Одни будут работать медленно, другие будут работать так же дальше, как быстро. Как нам вот с этим... Да, работа по правилам, она требует... Вот это есть инициативные ребята, которые будут как бы так вот делать, а другие будут делать вот так. Вот поэтому нам и разговор, что поэтому надо такие вещи начинать, договорившись, то есть это было коллективное выступление. Да. То есть один... Ну как нам с ними договориться, если люди боятся и переживают вот свою работу? Просто надо. У нас ситуация какая? Сейчас вот мы, наша организация, наложится, короче, по застройщика. Застройщик будет не на скорости дела, а вот что в БКРК не прописано, это нарушение всего касаемо. Если ты это не делаешь, а именно это сделает. Он, соответственно, разводит нашу механику или ДПшнику, говорит, вот такая ситуация, вот мне надо, короче, это сделать, и все, короче, там, а многие, допустим, ДПшники просто деньги получают, просто бы не доказать, но мы, они это знаем и все это знают. Они приехали экран запускать на объект. Так, все хорошо, короче, надо тебе там денежку, и я сделаю все так, чтобы правосчик в день будет летать и все делает. То бишь, по моему звонку, вот сейчас какая-то проблема, сразу же мне звонили. Ну, еще задумывается, проблема, он звонит механику, нашу организацию, они Ларину выберут, правильный какой-то, а мы все же вообще ей не относимся никак, это не наше руководство. Все вопросы решают наше руководство. Ну, значит, одно мы... И он просто звонит, говорит, так, там, Вася, Петя, там, кто сегодня на крятке, а почему там это откажет, его, отвешает, ну, мне это не положено, а я же взяли на вас, то я там, по технике безопасности. Ну, вот сейчас, короче, если я этого не сделаю, то пойдешь домой, я тебе перегибу в другой объект. Все это понятно. Значит, а что из этого следует? Это вы подтверждаете еще раз первую мысль, которая у нас возникла, что это действие, но коллективные, а не одиночные. То есть один поле не воин. Это мы все понимаем. Понятно. Все, в принципе, понимаем. А раз коллективные, значит, коллективные. Вот об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу сказать, что, так сказать, должен делать, даже в рамках этой коллективной акции, все равно у вас начальник другой, правильно? У него один начальник, у вас другого, у вас третий начальник и так далее. Значит, вот вы и сказали, что у меня там техника безопасности нарушается. Как это делается юридически? Юридически нужно, чтобы пришли три человека, ваших товарищей, и составили акт. Что такое акт? Акт – это не заявление никуда, не обращение, не требование, ничего. А просто мы вот рады... Три человека, объясни, пожалуйста, ты кто? Любые. Кромщики? Любые. А любые третий человек, как мы на этом мире? А как мы могли найти на стройку? Любые третий... Нет, ну, кто кого... Как любые со стороны человека? Любые граждане, которые... Ну, как милиция берет понятых, а ходит, берет политых, да, или политых. Это не политые называется, это три гражданина. Ну, это работали кого-то со стройки, который это решит, которое нарушение на стройке зафиксирует. Вот я хочу сказать, что это вот такая бумага чисто канцелярская, и эту канцелярщину нужно освоить. Акт. Мы, ниже подписавшиеся, поняли мило числа один, второй, третий, три человека. Констатируем, что сегодня такого-то числа, на объекте таком-то, там-то, имели место, следующее нарушение. Перечисляется нарушение. То есть вы, конечно, себе должны разготовить этот проект, прежде чем попросить кого-то подписывать. Ну, они вряд ли это смогут сделать. Я это делаю. В компьютере напечатали. Лично я это делаю. Почему? Вы же знаете, я лично сам приходил. Дело в том, что... Дело в том, что... Я сам говорил, что... Там есть нарушение, а он сказал, что нет нарушений. Как вы решаете такой вопрос? Или чтобы было... Акт. Это документ. Я говорю, ладно, я к директору. Иду к директору, к шапку уже надо. Подождите, вы сейчас говорите, куда идут, а я вам говорю, с чем надо ходить. Вот... Если вы придете, будете доказывать, скажут, что вы ничего не понимаете, а вот он понимает, потому что он в начале. А если у вас есть акт, то вот этот акт может приниматься. Дело вводно-брос, трудоинспекция, прокурор. А что будет? Это документ. Документ будет. Вот этот документ сделать очень просто. Но надо это научиться делать. Просто. Значит, товарищи, расскажите, во-первых, такую вещь. Сколько на объекте храновщиков обычно? Один? Объект раз. А почему? А? Смотря сколько хранов. Одни храны, три, два или три хранов. Может быть, несколько храновщиков, наверное. Шесть храновщиков. Это первое. Второе. Как у вас все-таки взаимодействие с другими строителями? Вы совсем с ними, так сказать, не контактите, только вот на уровне, там, Вира Майна, там и так далее? Или все-таки какие-то там контракты, связи есть? Отвесенные еще, особенно в начальных участках, кто идет ответственность, так же он за общение. Это значит, не начальство, а именно вот... А стабильный не касается одного. Не касаетесь, не знаете никого. А как вот коллективы на стройке? Это вот какие-то там артели гастарбайтеров, так вот случайно? Вот я тогда и спрашиваю, у вас три человека наберется храновщиков, кроме вас? Вот, допустим, у вас, вы зафиксировали нарушение. Ну, пока еще, так сказать, считаете, что ведь... Вот три человека могут подойти и подписать акт. Ну, да, если будет хранов, допустим, 3 или 5, 5. Один пойдет на это, не будет сомневаться. Без проблем. Можно договориться, с этим надо бороться с людьми. Один пойдет, два будет сомневаться. Это вы так в статике распакаете. Я еще раз хочу сказать, что только не надо путать. Это не значит, что если будет акт, то надо куда-то его нести. Это ничего не значит. Это вы оставите, как, может быть, в кармане, на случай, когда будет какой-то... В данный момент его уже снимут с крана, завтра он уже не придет. Никто его не снимет. Когда вы садитесь, вы пишите хоть сейчас акт, вы напишите, что у меня на экране какие-то нарушения. Больше ничего. Сначала мы их не поднимаем. Как пишется акт? Акт пишется безлично, безсобержательно, без того, что позиция никакая не указывается. Мы, ниже подписавшиеся, Иванов, имя отчество Петров, имя отчество Сидоров, констатируем, что сегодня такого-то числа, на экране таком-то... Может, еще и видео... Обнаружено кто-то, кто-то, кто-то... Видимо, он постоянно снимает. И в подпись. Вот, ну, постоянно снимают ребята. И снимают, и начальник звонит. И виние удружения. Это сама... Михаил Васильевич, ну это так... Удружения снимают, и... Это не простая задача, так вот. Я хочу сказать, что вы снимаете, относится к начальнику. И тогда они посылают начальник. А если вы... Если акт составит этот акт, я говорю, может быть, документом везде. Михаил Васильевич, видно, что это люди какие стоят, акт составляют. Это надо вот действительно... С людьми надо работать, прежде чем вот такое... Так с людьми нельзя просто работать, надо работать над конкретной задачей. Вы говорите, у нас есть эффективные письма отсылали. Письма, не документ. Не документ. На письмо ваше должны ответить в 30-дневный срок. И все. Ответить. А что они могут отвечать? Что хотят? А акт означает... Это не письмо. Это вы констатировали факт. А письма... Вот к письму вы можете прикладывать акт. То есть тогда у вас юридически все это обосновано. И тогда эти по-другому себя вести будут. Я только не понимаю, чем акт лучше письма? Письма лучше. А акт – это документ. Это документ, который констатирует факт. И в акт можно, кстати, вклеить. Не вклеить, а компьютерным образом. Оставить фотографии, если какие-то у вас там нарушения. Где-то что-то обошедшее. Вы коллективно подписывались, например... Вы коллективно подписывались в чем? Вот смену начать. Вот вы пишете письмо, а в письмо прикладываете акт. Вот это вот. Вот эта штука серьезная. Ну, может, я юридически не так... Нет, но это на самом деле это большой разницы нет. И этот акт, он действительно, так сказать, акт – само собой. А письмо – это разные документы. Ну, вот я сейчас вот составляю акт. Вот присутствует товарищ такой там в темной синей рубашке и в джинсовых брюках и с наколками на руках. И трех человек подписал. Можно будет озвучивать. Трех человек подписал. Все. А что я буду писать? Куда я буду писать? Это другая тема. Вот я буду писать, вот ему там напишу. Вот сегодня тогда это, знаете, тогда просто состоялось некое мероприятие. Присутствовал. И, а вы скажете, я не присутствовал. Ничего подобного. Раз, два, три подписали. Так, можно я сейчас спрошу? То есть акт, еще раз, констатация факта. А вот эта констатация факта принимается любой юридической санкцией. В суде, в прокуратуре, в Рострудоинспекции. С начальством вы разговариваете, с кем угодно. Только я сейчас начальству никогда не отдавайте свой денег. Нет, во-первых, надо его сразу в двух экземплярах делать и подписывать, как минимум в двух. Во-вторых, вот это как? Чтобы вы составили этот акт, вот можете начать, то, что у вас такие-то нарушения, вы можете работать по правилам. То есть, или вообще там на край не залезать, или там какие-то работы не выполнять в соответствии с теми нарушениями, которые обозначены в этом акте. И если к вам будут претензии, почему вы не работаете, вот здесь вот этот акт, он, так сказать, будет основанием документов. А так, представляете, что получается? Так вы беззащитные. Вот я, допустим, правонарщик. Я говорю, вот у меня тут нарушаются и так далее. А у меня есть начальник, а человек говорит, как так? Ты не выполняешь задания и так далее. А я говорю, у меня тут вот нарушено. А он говорит, ничего у тебя не нарушено. И это идет перепалка. И это перетягивание каната не в вашу пользу. А вот когда у вас есть эта заготовка, вы уже вооружены. В 2013 году, сейчас секунду, в августе месяце, задавило помощника моего трону церкви. Да. Значит, ну там все зафиксировали, там вот суд, трудовая инспекция. Вот все вопросы, я истинно сосредоточил, я подъездил, приехал, потом встречался. Ну, ничего не сделали абсолютно. Вот, даже единственное, что сделала организация, я проработал 10 лет, это значит, купили место на кладбище, в Окровской кладбище, там карли. И все, больше ничего. Бежал в машине, на чем было? Никто не ответил. А, да, да, да. Это что ты говорил на росте? Да, то ли шутка, да, а что ты думаешь? Да, да. А то я просто сидел на погрузчике. Там дело было заведено, все спустили на тормоза. А я что хочу сказать, вы говорите? Это система, это прокуратура, судебные органы, а ты все, это шайка века. Вот. Я прихожу и это стыдывает, и, ну, так и хотелось ему там размазать. Потому что, потому что он мне говорит, все будет хорошо, дела заведем. Вернее, доведем, говорит, до врачского конца это, вопрос это делал. И так и ничего. Потом я ему звоню, ездил даже в Сисровицкий угол. Ну, ничего, абсолютно ничего. Потому что, ну, нет органа, который бы защищал права рабочего, трудополучего. Нет, государство открестилось от своего народа, отъедательствия, открестилось. И как бы народу сам по себе, государство сам по себе. Это будет никуда абсолютно начать, товарищей для государства. Трудовое право, это вот особая такая отрасль права, которая отличается, скажем, от уголовного права. В уголовном праве, если вас там избили или убили, даже без вашего заявления, если тяжкие, тесные повреждения, ну, какое-то дело будет возбуждено, что-то там будет делаться. Конечно, трудовое право, оно в принципе не так. Там вот какие бы нарушения не были в трудовом праве, никакой ОМОН на объект ваше начальство винтить не приедет. Это трудовое право дает только одно – на законных основаниях вам бастовать. Защищать свои права с забастовкой оружия рабочих – это забастовка. Каз от работы другого оружия у вас нет в год. Более, здесь надо понимать, что, скажем, в царской России за участие в забастовке можно было скопотать 6 месяцев каторги, а за организацию забастовки – 16 месяцев каторги. И, тем не менее, забастовочное движение росло и ширилось, и товарищей своих отбивали, хотя, в общем-то, трудовое законодательство в нынешнем виде тогда вообще не было. То есть оружие рабочих – это спроченность, солидарность. Другого нет. Вас больше, чем работодателей, больше, чем их охранников на объектах. И это не к тому, чтобы бежать там всех и бить, а к тому, что просто вот рабочие должны почувствовать свою силу. У вас сила. И трудовое законодательство, оно дает возможность эту силу использовать даже в легальном правовом поле. Но вот тут есть очень большие сложности. Вот, с реальностью, что сказал Иван Михайлович. То есть все законодательство построено на том, что права на запасовку законные получают, если у вас есть большинство коллективов. Вот вопрос. А у вас все коллективы сделаны так, что, скажем, что касается коронавчиков, они всегда меньшинство. Правильно? Поэтому, значит, существуют разные формы забастовки. Например, существует такая форма забастовки, когда просто вы взяли и ничего не делаете. И не объявляете, что это забастовка. Не объявляете забастовку, но не работаете. Идите, готовите, думаю, устал, денег нет. Денег нет, не кормлюсь. Это называется скрытая, так сказать, забастовка. То есть есть такие формы, которые люди применяют на заводах. Ну вот приходит, так сказать, начальник цеха, говорит, а что не работаете? Говорит, так вот давно не ели. Так поешьте. Так денег нет. Зарплату, наверное, выплачивали. Ну так не будет зарплаты. Так может, будет. И сидят. Приходит начальник, главный инженер, потом директор завода. Вечером зарплату привезли. А еще есть так, говорит этому начальнику, отдавите нам денег до зарплаты. Денег до зарплаты. Мы пойдем покушаем, будем работать. Есть очень четкое заказательство про забастовки. Например, написано, что в случае незаконной забастовки, если забастовка незаконная, то работники обязаны приступить к работе после того, как им и возглавляющему эту забастовку орган будет вручено решение суда. Вот если люди не объявляют забастовку, то, во-первых, решение суда должно быть. Например, ваш начальник не может сказать, что забастовка незаконная. Никак. А нет забастовки. Даже если вы сказали, что вы бастуете, вам не могут они сказать, что вы не из суд, идите, давайте решение суда, и мы, конечно, это все прекратим. Во-вторых, приходит судебный приступ исполнитель на следующий день после решения суда. Вот городского суда надо решение. Приходит, ему нужно донести до органа, говорящего бастуку. У вас такого органа нет. Он бродит, 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 пошел домой. Завтра пошел. Я хочу сказать, что вот вам надо думать в вашей ситуации, поскольку у вас большинство строителей, так сказать, вряд ли поддержат эту забастовку, так, или будет какую-то акцию поддерживать. Поэтому надо думать о том, чтобы формально никакой забастовки не было, формально вы ни от чего не отказываетесь. Ну вот сидите и ждете, когда починят кран, и тогда я буду работать. Будете работать? Что надо отвечать? Буду. 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 Обязательно. Никогда не говорите, что не буду. Буду. Когда? Сейчас. А когда сейчас? Ну как сейчас вот отремонтируете, вот исправите вот это вот, то, что я вам показал, и я буду. То есть исключительно лояльные такие, исключительно все. Буду, сделаю, постараюсь, еще могу прийти и дополнительно поработать немножко. Но вы сделаете вот это вот, то, что я вам написал. Можете написать, прошу устранить. Это вы можете писать не жалобу, а просьбы такие. А просьбы еще, может быть, и такие, да, Илья Дмитриевна? Свидетель, вкладки ремонтёров. Мы сейчас это устранить не можем. Нет, это вы не можете. А что вы не можете, вы не можете, вы рабочие, не можете сделать. Вы работаете, вы просите. Получается. Вот, смотрите, вы In myselfức написали. Я прошу вот это исправить, вот это исправить, вот это исправить, вот это исправить. Потерпите деньку, поработать так, потерпите деньку. Нет, не, я терпеть не могу, я боюсь, я трусливый. Завтра придешь мне, сейчас тебя заменят в другой. Я не толпу себя. Нет, я буду отвечать, если он меня заметит. С работы, дорогой товарищ, не надо уходить с рабочего места. Кто ушел с рабочего места, считайте, что я в кучку увольнение. Не уходи. Вот я тут буду сидеть, гарантировать, чтобы никого не убило. Я не постую. Простите, вот этот вопрос, который я всегда сказал, ничего не было сделано. Это только организацию можно как-то их. Очень трудно. Вы, наверное, понимаете, что власть... Какая власть? Буржатная. Буржатная? Буржатная. Что значит? Вот те люди, рабочие, рабочие... За 40 минут рабочие вырабатывают свою зарплату. За 40 минут. Остальное время, если вы 8 часов работаете, 7 часов и 20 минут, вы работаете на них. А за 40 минут? Их государство вырабатывает. А если заплатили в программу, в суд, и все, в закону нет. Вы видите, что раз экономика не растет, там жируют все. А народу 5 лет подряд понижается реальная содержание зарплата. То есть повысить вам могут. Но тут же инфляция идет, причем запланированная. И идет с Центробанка, он все время туда планирует инфляцию. И в итоге все меньше и меньше. 5 лет подряд... Я смотрю в интернете, значит, хозяин, вот где я работал, хозяин, значит, закончил Академию УВД, то есть, вот, и зарплата у нас, этот, как ее черная, то есть, частично там переводили на карту, частично там в конвертах. Вот я думаю, да, простой гражданин, думаешь вот так, если такие люди, которые, вот, государство не может, да, вот, так наложить работу, да, и что можно требовать, вот... Других, которые можно требовать, то, что вы считаете нужным делать, то можно и требовать, с любого государства. Потому что вы работаете, вы не обязаны работать, вы не крепостные. Ну, если крепостные, я вот, вы хабайт зеленбайфер, я бы вас крепостные. Вы не обязаны делать в любых условиях. Вот если вы договорились на этом стоять, ну, вот тут желательно все хроновщики. Без хроновщиков ничего на стройке не пойдет, как вы понимаете. Вот на самом деле вы не большинство, но вы такое меньшинство, без которых вообще ничего не будет. Самое главное. Самое главное. Поэтому я могу-то выяснить, можно, на его, вот, понятие, есть ли такие люди, которые, вот, как бы, ну, закончил Академию УВД, и он позволяет в этой стране, вот, и сам же вот, черную зажлату, вот, на луку, блять. А что его, как добродетель какую-то рассматриваю? Ну, что закончил Академию УВД? И что? Он закончил Академию УВД, чтобы стать представителем богатых. И сам стал богатым, не трудясь. То есть трудиться мало, а поручать много. Вот они, для чего закончили Академию. Ситуация изменится, когда вы начнете бастовать, когда вы подниметесь. Значит, еще раз, товарищи, давайте, значит, во-первых, главное оружие всегда рабочего было, есть и будет, забастовка. Но вам забастовку по полной форме не организовать. Значит, давайте сразу пойдем дальше. Я за то, чтобы не только систему судебную поменять, и плакала менять, и власти рабочих всех приносить, чтобы вы управляли государством, а мы с удовольствием будем вам советы давать. Вы будете решать. Вот это то, что надо. Но большая дорога начинается с первого шага. А для того, чтобы что-то поменять, нужно сначала, так сказать, сорганизоваться. Если мы будем одиночки, а вот сейчас он одиночка, он одиночка. Это все понятно. Вы сразу все проблемами. Давайте мы сегодня, я полагаю, сегодня обсудим, как обеспечить единство крановщиков. Да, мы должны обеспечить людям безопасность. Да, вот об этом мы и говорим. Значит, что для этого сделать? Мы находимся как бы в известном окружении. Вы правильно изложили, так? То есть другое право, что-то они, так сказать, там не обосновали, что-то не сделали. То есть вам нужно со всех сторон себя подкрепить. Да, все понятно. Поэтому и начал я разговор, что если вы не просто, скажем, остановите, потому что у вас есть нарушение, а сконстатируете это дело, запишите. Чувствуйте. Обязательно вежливую, самую вежливую, не ругательную просьбу к своему начальцу. Просим, просим в целях обеспечения безопасности сделать вот это, вот это и вот это. Мы писали. Вот смотрите, кофе есть. Ну, просто сейчас люди и работают, но все и есть. Нет, я спрашиваю, кофе-то и есть у вас того, что писали? Да, должно быть. Вот я еще раз хочу, каждый из вас должен быть на месте того самого судьбы. Если вы что-то говорите, начальник, у вас должна быть, написали, должна быть кофе, чтобы вы, так сказать, могли этим защититься. Но мы сейчас говорим о том, что начинать эти действия нужно не спорозить, а что начинать, а все вместе. Но вы здесь должны быть результаты, а не должны быть. Чувствовать безопасность. Еще раз повторяю, от акта никакого результата нет. Это вам нужно для того, чтобы подкрепить свое заявление. А вот заявление, просьбу, например, к начальству обязательно нужно иметь, это для вашей защиты. Что вы просили, а они не сделают. Вежливые и вежливые. Самые вежливые. Уважаемый Иван Иванович, прошу сделать первый, второй, третий, четвертый, пятый, потому что так далее. И вот если представьте себе ситуацию, что вы все в один прекрасный день, все крановщики написали своему начальству. Пусть не все, большинство. Меньшинство. Вот это надо. Надо работать, чтобы было большинство. Надо, чтобы было большинство. Сейчас подумаем. Это работать в этом направлении. Значит, не надо выступать в одиночку и в меньшинство. Не надо. Давайте добьемся договоренности с большинством, но вы большинство ничего не заявляете. Не делаете себя объектом на поддельник. А пишите все заявления, каждый по отдельности. Прошу обеспечить вот это и вот это. У вас другое заявление, у вас третье заявление, у вас четвертое, у вас пятое, у вас шетое. И копии у вас всех есть. Второе. К этим заявлениям вы подготовили акты. Вы можете один к другому ходить. Вот три человека для вас, а потом вы с тремя для него, а потом еще трое для этого. Это не важно совершенно. Тут никакого нет нарушения. Вы можете, так сказать, только важно, чтобы раз было три человека на заоткрывали нарушение. Но вот вы, товарищи, пригласите своих, скажите, посмотри, у меня что это. Можешь подписать, что это есть? Нет, я боюсь, у меня вот может быть ипотека, там еще что-то, дети. Трус. Трус и что? И таких много. Много. И многое что-то. Вот у нас вопросы, как вот это решать? Они сюда не пришли. Работать с людьми. Они сюда не пришли. Это постановка правильная. То есть, все, о чем я говорю, связано с тем, что нужно. Раз такая-то сложная штука, и она связана с тем, что могут быть всякие преследования, надо сделать так, чтобы эти люди поняли этот птичий язык. Что вы не так пойдете, а что очень культурно, в один прекрасный день. Все написали заявление, каждый свое. Но у меня есть каждый второй экземпляр. И все, кстати, знают, какое написали. Это вы писать-то можете заранее, за три, за четыре дня. Но все написали и подали. В один прекрасный день все подали. Так все составили акты. Акты можно составить раньше. Это совершенно разные штуки. Акт – это документы, которые просто констатизируют, что вы вот такой вот... Еще варианты какие есть. Вот вы подали заявление, ваша стройка остановится полностью. Полностью остановится стройка при этом. И сразу вы увидите результаты. Но это при условии, что у вас будет большинство. Если будет меньшинство, надо еще работать. Но это хорошо, чтобы одна стройка. Ну, представьте себе, хорошо, вот армия идет. Вот если у вас меньшинство, вы пойдете в бой, вот вас точно всех разобьют. Это вот мы, думаете, вам посоветуем, чтобы вы пошли, чтобы вас разбили. И которые самые смелые и погибли. Да, мы так не думали. Просто мы в своей профессии больше знаем, чем вы победы. Вы в своей профессии больше, чем занимаетесь. А вот такой смысл в том, что мы вообще любые свои проблемы можем решить всего одним, самым простым документом. Вот распорядок дня. По распорядку дня кран при круглосуточной работе стоит 7 часов. Это 3 пересменки, 3 обеда и ночная смена на час короче. Сейчас ни в одной конторе такого документа не дают. Я его всего в одной конторе видел. Хотя с этим документом нас обязаны под подпись ознакомить самый первый день нашей работы. Мы можем сделать письменный запрос в охрану труда, по усоведомлениям, по почте, как полагается, затребовать этот документ. После чего меня вызовет генеральный директор, скажет, что это на пару. Я должен быть не один, за мной должны... Говоря я фракшу, это не то, что одна контор, за мной должны стоять, я не знаю, процентов 70, вообще всего ждать. Для того, чтобы в эту структуру все вступили, людям нужна безопасность. И проект есть по осуществлению этой безопасности. Вот, это подредка операции. Это вообще учреждение... Это как-то ход в сторону. Это не уход в сторону. Вот, смотрите, мы организуем профсоюз. Он именем профсоюза, мы учреждаем потребительское общество, кооператив. Зачем? Как зачем? Мы скидываем... Вы же не даром, нет, по 5 тысяч рублей, может быть, больше. Мы в год можем открыть 2-3 фермы и взять обеспечение каждого человека продовольствием в свои руки профсоюз. Компания, Косов заимопомощь. Да, Косов заимопомощь. Он же сам другой человек. Мы занимаемся в работе независимым от обладателя, потому что в случае чего он переходит на работу на троживый сайт. Давайте я моему наркотлету отвечу. Мы, значит, ходим от любого экономического кризиса, потому что у нас есть уже вряд ли он. Я специалист, да? Вот я специалист, как специалист, хочу сказать, что это все делалось. Все это туфта. А кто? Это утопия. Утопия. Это давно рабочее движение преодолело всего мира. Поэтому эти сказки рассказывают так людям, а они потом уже попадут в такую ситуацию, а поздно будет оттуда вылезать. Вот надо это разделить. Надо сначала сделать профсоюз всех хроновщиков. Это вам никто не мешает делать. Давайте сделаем профсоюз хроновщиков. А если вы еще сделаете типа кассу взаимопомощи, вот такой кооператив, это само собой. Это отдельно. Это не надо сливать. Дрову убрать, оставить ни в коем случае. Когда люди взаимосвязаны своим рублем, тут человек... Мы сейчас ведем, взаимосвязаны, капиталисты, а мы взаимосвязаны. Трудно. Скажу, то, что ты говоришь, это тоже неплохо. Ну, надо сначала организоваться, организовать профсоюз, а потом уже думать о каких-то кооперациях. Потом в уголь не объединяешь, если будет профсоюз дальше. Понимаете, если наряжены вы вашими деятелями в этой кооперации, то все доводны лотературу, а потом будет профсоюз, и только профсоюз может, и у тебя ничего нету. Значит, давайте, какой короткий профсоюз доверяешь. Есть много чего, наработок есть. Зачем наработки есть, давайте не будем перепрыгивать. Вот, я думаю, что все сады... Еще раз, давайте, вот ставим такую задачу. Организовать профсоюз хроновщиков. Что такое профсоюз? Профсоюз это профессиональный союз. То есть, люди одной профессии должны объединиться. Можно против этого выступать? Я даже не понимаю, как против. Сложно. Сложно. Люди одной профессии хроновщики должны... Вы сделали? Вы сделали? Организовать три человека просто в составе... Вы сделали? В союзе у нас нет инициативной группы. Вот она есть. Вот она есть. Вот она есть. Более 350. Я еще раз... Такой, сами себе... Вы же очень хорошо ответили на вопрос. Вот три человека могут организовать профсоюз. То есть, у вас здесь больше присутствует, чем три. Вот вы можете сегодня принять решение об организации профсоюза. Почему? Его толку не будет. Ну, как-то не будет. За профсоюзом должна быть... Наши городов, должна быть народ. Дорогой товарищ... Дорогой товарищ, вот вы сказали, я там... Вы в своей области специалист. Вот я в области право специалист. Профессор по кафедре экономики и права. Вот и читаю курс социально-трудовые конфликты, технологии регулирования. И все они висят на сайте московского отделения, фонда рабочей академии, на рабочем ТВ. Можете так и смотреть. Для того, чтобы организовать профсоюз, вы совершенно правильно сказали. Три человека. У вас здесь сидит больше. Вот вы можете сегодня, если захотели, организовать профсоюз. Прямо сейчас. Это что значит? Что значит? Проголосовали за учреждение. Протокол, чтобы... Название профсоюза. Крановщик или Кранов. Как хотите. Два. Третье. Значит, кто присутствовал, кто замещал. Приседатель секретаря. Никому. Только никому. Изначальство. Подожди, подожди. В этом проблема, что вы не организованы. Значит, никому изначальства, ни о каком профсоюзе, никакой информации не давать. Это внутренний закрытый вопрос. Но вы можете с кем хотите. Вот я могу с вами дружить. Могу. А вы хотите трое задружиться. Ну давайте на ошибки казалось. Посмотрим, ошибки казалось. Дальше там. Это тут еще безошибочно идет процесс. Потому что вот этот процесс тайный для администрации, для всего, он ваш внутренний. Вы избрали председателя и заместителя. Потому что председатель может заболеть. Потом или струсить, или мало чего. Председатель, заместитель. И один это значение. Если вы будете взносы собирать. Если вы не будете взносы собирать. Нет такого в законе, что вы обязаны обязательно собирать взносы. А можете и собирать. Например, в профсоюзе авиодиспетчеров, вот они учредили федерацию профсоюзов. Сделали фиксированный взнос, там очень маленький. Там несколько рублей. То, чтобы был сам факт такой. Не на то, чтобы сделать кооперацию. Ну там по 10 рублей, допустим, собрали в месяц и все. Вот вы сделали профсоюз. Теперь вы можете говорить уже любому другому хроновщику. Вот у нас есть профсоюз. Предлагаю вам в него вступить. А для чего? А для того, чтобы мы были тут едино действовали. Потому что мы собираемся что-нибудь сделать, но мы не можем сделать втроем шапюром. У нас много будет. Больше половины хроновщиков, по крайней мере, на этом вот объекте. Правильно? Тогда можно действовать. Для того, чтобы вы могли действовать по объектам, а не в масштабах всего Ленинграда, вы делаете первичную организацию профсоюза вот этого объекта. На объектах отдельные профсоюзные организации хроновщиков. А дальше приглашаете это дело, чтобы в профсоюз хроновщиков собрался на масштабах всего города. Вот это была бы сила. Тогда, если профсоюз будет хроновщиков, если он примет какое-то решение, и, скажем, это решение будут все выполнять, хроновщики, ничего не сделают, никакая администрация, никакой суд, ничего даже этого не сделает. Никакой администрации. Вы очень мудрый человек, я чувствую. Мы сказали, что тождество – это тождество различное. Мы по-разному говорили, но смысл. Вы торопотов, да? У тебя не волнует собрать, где нет профсоюза, где нет профсоюза. Значит, раз не отличается, можем мы констатировать, что надо учредить профсоюз. Это вы можете сегодня сделать, а можете сделать без нас в любое другое время. Правильно? Правильно. Мы же тоже подручимся со своими информационными ресурсами и будем объяснять, почему это нужно сделать. То есть, на самом деле, этот процесс ни разу не такой, что мы можем вам обещать. Мы же встретились с организацией определенной, да? Вот у нас есть фонд рабочей академии, 25 лет существует, я президент, вот вице-президент фонда. Мы участвовали в разработке проекта трудового кодекса. Вот то, что он такой хороший кодекса, что там есть многое записано, благодаря тому, что у нас был проект, он второе место получил. Простите, пожалуйста, а кто вам государство платит, да? Нет. Вот ваша работа. Я почему-то думаю, что никто не платит. У рабочей линии копейки никто не платит. Я работаю в университете. У вас же надо же как-то. Я работаю в университете. Мы все работаем. Мало того, что мне не платят. Я, так сказать, сам там вижу. Не надо. В смысле? Там у нас единства нет и не будет. Как вы понимаете? В таких учреждениях, я отдельно... Это просто академия? Значит, это общественная организация, фонд рабочей академии. Общественное учреждение. Зарегистрированные министерства. Общественное объединение. Учредители Совета рабочих Москвы, Объединение рабочих промышленности, транспорта и связи Олимграды. Объединение рабочих Нижнего Новгорода и Петровская академия наук и искусств зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 1994 года. И вот мы уже настроили за это время. У нас есть Красный университет, университет фонда рабочих экспонентов. У нас есть сайт фонда рабочей академии, вот ведет Иван Михайлович в Олимграде. В Москве есть фонда рабочей академии, в Новосибирске у нас есть рабочая ТВ, вот руководитель рабочего ТВ. То есть мы все, что вы хотите в своей работе и борьбе обнародовать, все, что вы хотите, мы можем обнародовать. А, в газетах, вот он, главный редактор газет. Вот газеты лежат, кстати, можно потом посмотреть. Есть газета за рабочие силы, есть газета «Народная правда», где я главный редактор, вот первый заместитель главного редактора. То есть и мы действуем в интересах рабочего класса России. То, что вам нужно напечатать, что в ваших интересах... В газете напечатать, да, какие-то нюансы, все, что угодно. Более того, вы можете, вот мы так и думали, что вы можете в любой момент, вот есть Сергей Викторович, у вас есть телефон, вы можете с ним договориться, встретиться, записать какое-то выступление, и оно пойдет в эфир. Или можете, если у вас есть возможность, сами записывать, присылать нам ролик, мы опубликуем. Есть такой вариант, или, допустим, мы с вами беседуем, спорим, или с вами мы спорим, это всем понравится, потому что, когда люди спорят, думают, ну кто тут из них, кто. И спорим, и это дело увешано, пусть люди пока подумают. То есть, не обязательно нам сразу все. То есть, нам нужно опять... Сейчас мы придем, взвратимся в группы в наши, например, в контактах, в Барсапии. Люди меня будут спрашивать. Это просто... Ну, что ты узнал? Я узнал, что мы создаем профсоюзную организацию. Значит, все вопросы опять же будут идти к профсоюзу. У вас название есть такое? Думали на эту тему? Мы это сто раз уже объясняли. Был у нас разговор про профсоюзы. Ну, а что тут объяснять? Вот выстроены, любые три человека из здесь присутствующих. Движений нету. Еще раз. Любые три человека из здесь присутствующих могут... Ладно, про Казань. Про сегодня утвердить, утвердить профсоюз. Избрать профессионал акций. И какой ответ? Встали за наши спины. Вот в чем проблема. Значит, никто за ваши спины не встанет, пока хоть три человека не соберутся и сделают учреждение. Вот надо понимать, что вот... Ну, как вот ребенок, если не родиться, никогда не будет ни ученым, ни коронавщиком, ни кем. Так и здесь. Если не родится профсоюз, не будет никакого профсоюза. Чтобы родить профсоюз, ну, три человека. Вы знаете, это хорошо знаете. Так Ольга, это сыграет. Ну, а эти трещины. Подождите, давайте я вам... У нас в группе, ну, прошло через... Более трехсот пятидесяти человек. Но вот я открытым текстом говорил, что я готов за любого человека туда-сюда прийти, поговорить с генеральным директором. Отстаивать права там один. Зачем генеральным... Вообще, у нас не имеет значение. Нам не надо ни с кем говорить. Вот еще... Ну, вы дослушайте до конца. Вот. Я говорю, этот самый... Ну, давайте кто-то как-то что-то пишите в личку. Или я готов свой личный выходной потратить для того, чтобы приехать к вам, ну, к дому. Да? Просто с вами пообщаться там, поговорить. Вот никто мне в личку не написал. Из всех. Мы же вот сейчас сидим с вами вместе, вот собрались. Да, но... То есть, состоялось то, что ваша мечта реализовалась? Я не веду, так как смысл нам вот... Смысл что? Прямо в щеки. Смысл в том, чтобы, если вы хотите, чтобы была организация, которая умножает силу каждого, из-за которой будет у вас база защищать, для защиты. Это... Вот Макс рассказывает, начинают люди бороться за зарплату. А потом они понимают, что раз они люди одной профессии, то надо собрать людей этой профессии. Это называется профессиональный союз. А потом они начинают бороться за этот профсоюз, потому что они понимают, что если у них будет профсоюз, они и зарплату решат, и условия труда решат. Это не будет профсоюза, ничего не решат. Поэтому вот мы должны понять одну простую вещь. Если, так сказать, мы хотим, чтобы что-то решалось, надо... У нас советские профсоюзы не умели, не успели бороться и не умели, потому что вроде бы как за них государство было другое. А новое государство пришло, оно вас душит, как нам. Очень правильно. Тористически. Главное. Поэтому не ждите от него ничего. От него ждать нечего, кроме ухудшения жизни. Кроме него ничего другого не будет. Поэтому надо создать профсоюз. Вот у вас здесь присутствует столько людей, что вы можете сходу создать профсоюз. У вас больше, чем трое здесь. Но ничего мы нового не открыли. У нас это по-своему все же не было. Это все же не было. Вы не открыли профсоюзы. Вы находитесь на уровне, вот как я бы, интеллигентского совершенно, как я. То есть говорить, говорить, говорить. Вы делаете учреждение. Напишите протокол. Изберите председателя. Кто вас председатель? Протокол набрать на компьютер. У нас люди, вот, работают по 300-360 часов в месяц. И что? За счет этого они нарабатывают большую зарплату. Они там, вот, где вот туда-сюда. Ну вы-то вот нашли время, пришли, которые люди здесь. Если люди боятся соединиться с товарищами по профессии, это люди гиблые. Вот в этом мы прощаем. Я вас спрашиваю, вот вас здесь 5 человек, вы-то боитесь создать профсоюз или нет? Так мы не боимся. О чем не боимся? Так вот, надо, 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 надо. Компьютер. Тройки, на самом деле, я вам сегодня сейчас с небыли не беру. Три-четыре села. Не могу с той, где я сдавать. Сейчас, к большому сожалению, к большому, у людей рабская психология. И что? И, собственно говоря, потому и такое творится. Понятно. Вот. Нет, подождите, ну что, с чем-то вы не согласны? Я вот работаю в научно-исследовательском институте, там научные сотрудники, кандидаты наук, у них точно такая же, рабская психология. И что? Работать надо и учиться надо, учиться надо ко всему прочему. Вот сейчас идет запись в Красный университет. С октября он начнет занятия. Вот возьмите газету, там расписание занятий. Вот я могу сказать, что если вы и ваши товарищи, для того, чтобы там не обязательно присутствовать на всех занятиях, там достаточно по интернету посмотреть раз в неделю лекцию, ответить на вопросы. И вот прослушав этот курс лекции, вы будете другими людьми. И товарищи ваши будут другими людьми. Потому что рабы они, в частности, из-за того, что абсолютно неграмотны в политическом смысле. Абсолютно неграмотны. И темный человек боится всего. Грома. Я думаю, что варианта улучшить свою жизнь без профсоюза нет. Нет. Все. Это единственный вариант. Это единственный вариант. Второе. Еще раз. Создание профсоюза не должно быть компанией такой шумной. То есть, вот вы учредили трое, не знаю, кто из вас пяти трое. Мы можем тоже этого не знать. И вы не обязаны никому соблюдать. Никому не обязаны. Кто с нас уже позакронился про закон, про союз. Никому не обязан никакой информации о своей деятельности давать. Он действует. Вы прочитайте закон о профсоюзах. Прочитайте закон. Он хороший. Хороший такой. Что люди сразу бегут. Начинают его регистрировать. Вам что, бухгалтерия нужна? Какая бухгалтерия? У нас два и общался. Вам что нужно, чтобы вас могли закрыть? Тоже не надо. Снять. Правда, суды не нужны. Вам и суды не нужны. Вам ничего не надо. Вы учредили профсоюз, избрали председателя, заместителя и казначей. Все. И вы можете набирать в этот профсоюз людей. Пишите заявление. Или приходите устно. И принимайте, и принимайте, и принимайте, и принимайте. И пока вы какое-то ядро не наберете, ничего не надо делать. Но мне не собрать это ядро. Потому что ядро собрал. Мы сейчас вместе займемся этой работой. Это не еду. Я так понял, что и сам разобрал. Можно даже очень легко уничтожить любую строительную компанию. Не надо ее пока уничтожить. Нет, давайте, может, действительно какой-то творческий момент мы найдем. А у нас общая строительная компания. Все строительные компании это мошенничество в особо крупном размере. Правильно. Но вы хотите один уничтожать? Вы а лично? Нет. Значит, это даже делать не нужно. Если есть профсоюз и за ним стоят реально люди, вот приличное количество. А еще и вы готовите помогать. Просто разговоры с какими-нибудь начальными. Правильно. Я, например, хотел бы помогать официально профсоюзу. И все наши товарищи, даже по устало партийному, обязаны помогать рабочим, которые поднимаются на борьбу. Это наш оборудование. Обязаны. Но вы не сорганизовались, поэтому пока мы помогать можем штучно. Бам-бам-бам-бам-бам. Я вам всем визитку дам, а штучно я тоже помогаю. Звоните и так далее. Но вы понимаете, что вы должны сделать шаг? Организовать профсоюз. Шаг надо сделать. Собрать троих. Вот вы или пятером вы собрались и сделали профсоюз. И пока молчите на эту тему. А наградите еще. А вторым шагом мы нагоняем людей. Нагоняем людей? Это тяжело. Через тяжесть. У нас есть. Сразу такая идея. Я хочу... Понятие разницы. Вот мы приходим, как вы сейчас пришли. Ничего нет. Профсоюза нет. Другое дело. Вот представьте себе, что теперь я, это вы. И я прихожу к вам. К другому уже человеку. И говорю, слушай, у нас тут профсоюз таких. Кроме учеников создан. Будешь вступать? Может быть. Зачем? Зачем? Везде все так скажут. Тут скажут, да. Тут скажут, да. Вы вообще про казанцы в курсе, да? Нет? Ребята, конечно. Вот, меня интересует, что вы нам посоветовали, чтобы они год готовились. Год. Год. Чтобы нас выступать на их негравле. Совсем умная будет ситуация. На их негравле. Не надо. Парки сделают быстрее. Лесном порту тоже сделать профсоюз. Можно переговорить? Извините, пожалуйста. Давайте вот то же самое, как вы говорите. Давайте про казань тогда. Лучше про казань. Давайте про казань. Вот нам это ближе к сердцу. Давайте про казань. Вы начните про казань. Вы расскажите про казань. Вы же лучше знаете. Не сложно не действовать. Так вы про докеров хотите, а давайте учтем ошибки, какие были у казанцев. У казанцев ошибок. Их быстрее. У казанцев ошибок. У вас просто много. Их не поувольняли, да? Нет, их не поувольняли. Не поувольняли никого. Никого. Потому что они очень грамотно. Профсоюз был? У них есть профсоюз. Вот. Народу мало было? Ну, как? Хланов мало. Тех, кто участвовал. Там несколько десятков человек. Тебе-то я слышал. Это разве мало? Да, конечно. Для казани, в Казани, в Казани, в Казани, никаких забастовок не обещали. Хотя это фактически не была забастовка. А просто казани. Вот все договорились и сказали, что мы не будем работать в связи с тем, что вот такое есть дорожество. Дорожество для них вроде простой. Это не простое. Они не могут работать на неисправной технике. Вы на неисправной технике будете работать? Это не торговляете. Как не торг? Вот я скажу нак repeating. Я боюсь работать на неисправной технике. Сегодня ты денег не боится на неисправной технике. Второй тем не исправной технике. Это один в день никто глянув на меня. Вот если мы все одновременно в один прекрасный день скажем, что мы боимся работать. Не хотим. Уже столько было смертей. Не хочу в этом участвовать. Будет у них кого. Вот у вас есть основания, боец? Вы хотите в этом участке собрать дальнейших убийств? Не хотим. Вот и все. Но, я еще раз говорю, сначала надо сделать профсоюз, потом делать акцию. Они сначала акцию, потом... Да, еще раз был прокажанин. Профсоюз был? Был. Что там еще он не сделал? И вот это и было. И они решили, что мы с нарушением техники безопасности работать не будем. Это может Карпий сам отказаться. Но сам в одиночке, если был бы, то это была бы не акция, его вы уволили. А насколько они все это одновременно сделали, никуда их не сходили. Они все одновременно. Опять же, малая группа, малая. Остальных много было, которые, опять же, вот как он акцию, про что он говорил? Что они с ним знают. Так же у нас в Санкт-Петербурге. Такой образ здесь, и когда я говорю, что я не акцию произвожу, а просто боюсь я работать с нарушением. Боюсь. Боюсь, русская. Вообще сказания. Но есть женщины, можно сказать, в виде движения, в силу боятся. Ну, о чем можно дальше говорить, если видеть. Я не хочу, чтобы он был убит. У нас уже не был случай. Я не хочу участвовать в этом убийстве. Что тут такого непонятного? Ну, это уже о конкретных действиях. Дороски надо. Мы у нас еще пока... Значит, по пункту первому. Образователь профсоюза. Договорились? Договорились. Сейчас? Сейчас будете образовывать? Ну, дома. Когда вы еще соберетесь в таком количестве? Соберутся. У нас еще ведь столько людей есть, которые... Я сейчас не председаю, но они не смогли... Да. Мы сейчас обсудим, да? Я в 9. Ну, просто это уже был разговор. Я убрался с нашей группой. Надо не разговаривать. Я не знаю, что есть. Я сейчас говорю, что у меня здесь там был. Вот мы в группе пришли бы и сказали, что все собрали. Профсоюз. Собрали, завершили профсоюзную организацию. Разговоры у нас... Давайте название. Название у вас какое есть в профсоюзах? Ну, кем будет. Срановщик в Санкт-Петербург на хорошее название? Нет? Просто коронавщик. Значение названия. Коронавщик. Вера. 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 Название замечательное. Какой Вера? Вот. Русское слово. Высота. Зачем? Высота. Надо близко. Высота. Высота тоже. Высота? Да. Высотлично. Очень символично. Понятно. Высота. Высота. Значит, вот придете вы к товарищу опять. Мы сегодня вычередили. Профсоюз «Высота». Меня не поймут. И меня не поймут. А почему? В группе меня не поймут. В какой группе? Надо объяснять. Надо объяснять. Кто-то не рядовая встреча. Они давно ждут люди, что кто-то должен начать. Но же вы понимаете? Профсоюз меня не поймут. Вы осознаетесь, что вы должны начать? А вы опять пойдете разговоры разговаривать? Мы разговаривали. Приходили другие люди. Мы болтали. Это просто. Искрите. Ну что, главное. Слушай, знаешь, например, вот, если один человек там, ну, подействует, там, хотя бы на двоих троих, чтобы вступили во Союз, будет хорошо. Чтобы вступили на то, чтобы он был. Чтобы вступили, чтобы он был. Вот смотрите, мы с вами вот самые инициативные, самые мудрые и самые организованные люди. И они опять ждут, чтобы кто-то когда-то соберется и решит. Я, товарищи, хочу вас проинформировать, что вот самые инициативные, которые собрались и пришли, вот они здесь. И я вам, конечно, мы вас, естественно, не можем понуждать. Я вам советую. Самый мудрый шаг был бы, чтобы вы бы сейчас проголосовали за учреждение, избрали бы председателя, заместителя и казначея. И тогда вы уже приходили со своими, разговаривали так. Мы учредили сегодня такого-то числа, профсоюз, высота. Вот. По моему предложению, вы скажете, я предложил. И вы хотите, давайте вступайте. Потому что если мы сорганизуемся в профсоюз, мы тогда будем решать, что будем совместно делать. По малому количеству мы в одиночку делать, ничего пока не надо. Потому что ничего не получится в одиночку. Правильно? Никого бы не было. Второе. Никакой информации администрации. Никакой глупости вроде заявления о том, что мы создали профсоюз, дайте нам помещение. Или дайте нам это самое, чтобы взносы собирали. Это сразу будет всем известно, кто член профсоюза. Никому не надо говорить, кто член профсоюза. И это секрет для администрации. Она не должна знать об этом. Это ваше дело. Но своим товарищам сказать, мы сделали профсоюз. Будешь чтобы отступать? Что нужно для этого? Вы можете ничего письма не оформлять. Нет такого закона, что надо бумаги писать. Вот вступил он в вам профсоюз, вы знаете, что он вступил. Следующий вступил, еще вступил. Сколько это должно продолжаться? По времени. Все время будет продолжаться. Все время. Все время. Все время. Как только вы увидите, что у вас где-то на каком-то объекте получается достаточное количество. Ты говорила, собирайте всех членов профсоюза и решайте, что будете делать. Как будете это делать? И мы тогда можем снова по поводу деталей, например, если у вас будут к нам вопросы, мы готовы пообсуждать. Но, как вы понимаете, это же вам надо принимать решение. Вы это лучше знаете. Вы же сразу сказали, что вы специалист в своей области. Специалист. А что я вам буду объяснять, что надо делать? Вы сразу сказали. Еще какие у нас еще? Что вы требуете? Мы сейчас говорим об акции, которые вы можете сделать. А что вы требуете? Что вы хотите? Мы хотим, чтобы меньше мы работали по часам. Зачем? И заработная плата была. Как сказать? Разжигание. Разжигание. У вас здесь написано, что самый простой и самый надежный способ вступления в борьбы и на солистическую работодателю. Это отказ от работы сверхурочных. Это совершенно законное требование. Никаких на вас не накрадывает ни обязанностей, ничего. Вот это самое, так сказать, это болезненное для работодателя. Это очень сложно, потому что, понимаете, как сейчас двух слов я вам скажу. Это такая система закостенела, устоявшаяся. Ее тоже сложно сломать. Не надо ее ломать. Систему пробовать не надо. А вот, скажем, никто из членов профсоюза и других организаций не делает это навсегда. Ну вот, ассакция. Отказ от сверхурочных работ и работ выходных дней. То есть, вы, скажем, в течение недели отказываетесь от этого дела, и все почувствуют. Ничего никого нет. Ну, это сразу. Ну, вы что хотите? А как это отпадает? Не отпадает оно, потому что вы не обязаны работать сверхурочно. Ни один человек вас не может заставить работать сверхурочно. И никто вас не может заставить работать в выходные дни. Нету такого. Люди заставят работать. Потому что все работники, они в первую очередь не согласятся. А вот, надеюсь, нет. Потому что это собираетесь из генерального директора этот самый. Значит, вы рассказываете про то, как вы будете, что не согласятся, когда будет происходить. Я вам рассказываю. Те же докеры, вот я почему привожу пример, потому что я с ним очень, Иван Михайлович, в этом участвовал. Они обычно перерабатывают и сверхурочно, и выходные дни. И выполняют нормы на сто шестьдесят процентов. И работа у них непростая, когда у них там трехэтажный погрузчик, тоже они на скорости, очень сложные и опасные. Значит, они, вот когда делали, ну, не объявленную забастовку, а вот такую приостановку, работа по правилам называется. Выполнение норм на сто один процент. Вот если вы на сто, а вы еще ошибетесь, будет девяносто девять. Уже не выполнили. Значит, ну, сто один, сто два, сто три. А так было сто шестьдесят. Так, на время это, допустим, на неделю, никаких сверхурочных работ на этой еле, никаких сверхурочных, ни со что. И никаких работ выходные дни. Вот вы знаете, что там построили гадук в Афтово? И после того, как вот были такие их забастовки, когда они просто отказывались, сверхурочных и прочее. И все там, как эти поезда там выстроились, все забили, и все. Давайте я вам тоже скажу. А что у них там было? Там они все... Что у нас? У них такая же была ситуация, значит. Ну, это все так легко. Ну, это все так легко. Ситуация, пор, начальство, тьма всяких там людей, которые чего-то, чем только не занимаются. И махлеров там полно. Докеры были в меньшинстве. Они были в профсоюзе работников водного транспорта. Они решили в рамках этого профсоюза создать свой докеров. И вот этот профсоюз начал все решать. Вот так. Как в духе того, о чем мы с вами говорим. Потому что все остальные с радостью потом приходили и благодарили. Потому что они сделать ничего не могут. Ну, что могут сделать эти строители другие? Ничего. А вы можете... Вопрос интересует. К примеру. Если мы вот так вот замораживаем стройки, все останавливаем краны в Санкт-Петербурге. Вы ничего не останавливаете? Нет, нет, нет. Все варианты рассматриваем. Нет, рассматриваем. Рассматриваем. Но еще раз говорю, что мы с вами сами реально рассматривали. За то, что я не выхожу сверхурочно, ничего не грозит. Понятно. За то, что я не работаю в выходные дни, ничего не грозит. За то, что я не работаю с нарушениями. Вот я не имею права. Я даже более того. Вы нарушили. Вы работаете с нарушениями. Вас надо. Вы подвергаете опасности жизни людей. Как вам не стыдно? Что вы делаете? За свои идеи, за суперплата готовы удавить, утушить, убить? Нет, я боюсь. Я, 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 я боюсь. Я это делаю не могу. Татья 4. Круда выводится. Запрет принудительного труда. В нашей стране принудительный труд запрещен. И запрещено работать на неисправной технике. Конечно. Это соучастники. Вы заучастники преступления. А у вас вообще остались инженеры по технике безопасности? Или их вывели уже? Есть, есть. Есть. Каждый год мне обязаны приходить, чтобы вы сдали экзамен. Вот вы уже сдали, в соответствии с этим экзаменом. Вот не будете. Потому что я не хочу быть в тюрьме. До свидания. Не хочу. Он говорит, вот, работает. Не хочу быть в тюрьме. Вы хотите. Давайте мне письменный. Вот вы начальник мой. Давай письменный приказ, что я работал с нарушением. Никто не даст. Не даст? Я не даст. А я не работаю. Мы поставим другого. А я не работаю. Другого поставили в Казани. Сразу. Упал кран. Вот это было. Вот это было. Как только они сделали эту акцию. Баться другого и кран упал. Мы поставим третьего. Ну, вы рассказываете, что будете делать противника. Противника. А если вышагу наиграли. Так оно и будет. Вы еще будете играть за этого самого, за того, который им против. Вы сами-то бешеные будете ставить? Большинство уже не полезет. Да, если большинство. А человек это говорят. Да. А опять же, как нам большинство-то вот, вот тянуть. Значит, еще раз. Значит, для того чтобы было большинство. А здесь, чтобы было большинство, надо, чтобы сначала было большинство. Вот первое, с чего надо начать, это вот один человек, если решил действовать, это пост. Один пост. Вот вы решили, все остальные сказали, мы не знаем, колебляемся, сомневаемся, а вы говорите, я вот буду действовать так, пост. Два человека, это группа. Три человека, организация. А когда организация, вы начнете, три, четыре, пять, шесть, тогда появляется, уже есть на кого опереться, куда вступать, уже присоединяться можно, людям всем легче. А когда ничего нет, и каждый раз вы ходите, и в группах обсуждаются, и в интернете вот так вот крутят, 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 нет организации. Надо учредить и начать собирать людей. В профсоюз. Но не кричать. Это есть решение. А особо перепуганные объекты, я предлагаю, от их имени засылать кучу писем о их нарушениях. Ну или там, например, отменять. Значит, у нас есть, чтобы у нас была некоторая конкретность, дорогие, я предлагаю сделать выбор. Там тебе будет отработать. Либо вы, если вы готовы, сегодня принимаете решение об учредении, либо мы, допустим, договариваемся, что мы соберемся через неделю. Я думаю, с коллегами мы пообщаемся, и нам больше соберемся. Нет, мы соберемся вот те, кто хочет учредить. Вот поскольку где-то надо собраться, вот через неделю мы также можем через неделю собраться. Мы здесь вам, как вы понимаете, костыли вспомогательные, сами надо решить. И вы их собираете, решаете. Вам обещали правовое государство? Вот оно, правовое государство. Очень интересно, но в районе. И оно создали, потому что кто хотел, что на русле создавать, так бы не называл. Потому что государство всегда создает право, а право это возведенное в закон воли господствующего класса. Вот кулак. Вот это естествование, вот это все. Вот это и есть право. А мы сейчас думаем о том, как вам защититься от этого права, а для этого используем те нормы права, которые есть. Нормы права, которые из профсоюза у нас. За это боролось рабочее движение, всю жизнь пока оно есть. Поэтому его не выкинуть из прав. И вот то, что не удалось выкинуть, мы должны использовать. Вот надо создавать профсоюз раз. Значит, у меня конкретное предложение. Я так понял, что вы вот сейчас не готовы еще решить. Конечно, у нас есть коллеги. Прекрасно. У вас коллеги на рабочие. Значит, вы можете решить в течение этой недели. Или собираемся в следующее воскресенье в 16 часов. Здесь мы зрители, вы решаете. А мы, так сказать, если нам слово дадите, то мы выступим. А если нет, то нет. Советы постороннего. Ну, нормально, да. Сегодня мы, так сказать, познакомились, поговорили. В общем, получили опыт. Такие технологии. Мне кажется, есть еще организации, которые за трудового человека могут слово забыть. Мы таких организаций особенно не знаем. Вы же есть. Благодарю вас. Так я и вам за это говорю. Я же, я сказал, единственное число, наверное, за вашу организацию. Я, например, не стал. Если бы я знал, что такая организация в вашей стуле, в 13-м году я бы обратился. Что такое беспределное поддерживание, как она лично делала. В 13-м году у нас это ощущается. Для того, чтобы иметь, так сказать, возможность помогать официально, вот мы зарегистрировали в Министерство юстиции Российской Федерации. Нас пытались закрыть по суду. И суд мы выиграли. Причем вот на суде был такой процесс в районном суде, где, так сказать, налоговое требовало, чтобы нас сняли регистрацию. Значит, я говорю, сейчас народ ходит в нас безнадзорный, преступный и так далее. А мы вот книги наши, вот гадеты. Мы людей обучаем, мы людям помогаем. И вы хотите нас закрыть. А суд, а налоговое, говорит, а есть вот новый закон об общественных объединениях, и по решению суда, может быть, это ликвидировано. Так это по решению суда. Вот судья, она как решит, так и будет. Товарищ судья, решите, чтобы такая вот задача решалась все-таки. Но народ просвещает. Выходит судья, и счастливо говорит, я решила оставить. Эти в городской, а в городской вообще был цирк. Ну, там, как решают, там всего 15 минут. Трое сидят. Значит, мы еще подтянулись в профсоюзную организацию ЕГИДА. Себе, так сказать, чтобы он выступал. Значит, нам дали слово. Дали слово налоговой. А налоговый говорит, да мы скоро будем вообще без суда. Мы будем налоговое закрывать. А судьи эти нахохлись так сидели. Ах, вы будете без суда, значит, да? Да, хорошо. Убегают, там буквально этот фильм, минутами решается. Прибегают. Отказать, отказать. И все. Мы вот этот фонд Рабочая Академия, мы всегда стояли, так сказать, в драке, в борьбе. Поэтому нас закрыть уже нельзя. Нас уже закрывали. То есть мы теперь открыть. Вот мы существуем 25 лет, и все 25 лет. Вы очень просто можете. Зайти в интернет, посмотреть фонд Рабочая Академия. Википедия есть. У нас имеются три сайта Фонда Рабочей Академии. Вот Иван Михайлович один придет. Есть в Москве, есть в Новосибирске. Есть сайт Рабочей партии России. Есть еще один Северо-Кавказский. Есть Рабочая ТВ. Вот товарищ Тюренев представляет. Очень талантливый человек. Очень здорово ведет. И очень много. Силософский технос. Да. И у нас есть Красный университет, куда я вас всех приглашаю. Обучаться бесплатно. Раз в неделю. И можно заочно. То есть кто даже из других городов у нас. К нам некоторые товарищи мне звонят. Мы свои телефоны все дали. Вот Иван Михайлович мой звонят. Один товарищ звонит из Новой Зеландии. Говорит, а можно к вам вступить? Я говорю, можно. А кто у вас близко есть от меня из Новой Зеландии? Ну у нас, говорю, в Австралии есть. В Австралии есть у нас самый ближний. Так что я хочу сказать, что мы эту школу проходили. Начиналось это с раз, два, три. Все равно все начинается маленькое. Раз, два, три. А это вот медвежонок, например, у белого медведя, вот такой, как варежка. А потом тонны они весь. Извините, вы смотрите, ну в Казани не год готовились, да? Ну не год, они саппели, они готовились. Ну вот мне это в Австралии говорили, мы смотрим. С первого обеда они готовились. А результаты-то какие? Результаты-то какие? Прорушены. Да, они очень хорошие. Никого не уволили. Никого не уволили. А результат еще? Улучшили зарплаты. Ушивались. Насколько? В меньшем месте мы не против, так всегда и в Володе же есть. В Володе есть, да. Значит, давайте так, а я вас спрошу, сколько вам должны платить? Что у нас в дальнейшем будет? Можно вас спрошу? То же, то же, как у них, по чуть-чуть. Средизорожен, да, как правило, зависит. Сколько вам за сверхурочные первые два часа должны платить? А сколько? Нет, нет, я просто говорю, что... Сколько вам должны платить по закону? Подождите. С чего вы нам предлагаете начать по чуть-чуть? Вот мы смотрим на Казань. Результат. Что они добились? Что они добились? Ну вот того, того, того. Вот это нас не устраивает. Подождите. Сколько вы получаете сверхурочные? Я спрошу. Да, за сверхурочные. Да, за сверхурочные. За час 200 рублей. А в это... По закону, сколько вы должны получать за первые два часа? В трудовом кодексе, значит, я в следующий раз принесу, и вы можете там стоить 200 рублей. Только не покупайте с комментариями. Комментарии – это вот такие книги, в которых можно умереть. Вот он такой тоненький. Значит, первые два часа полтора раза больше платят. Раз. Второе, значит, работа выхода перед ним вдвойне. Где у них? Значит, и у Кронщуков в Казани, это я смотрел здесь, да не у них. Я говорю, у Кронщуков в Казани ни вдвойне не платили, ни в полтора. И не добились они, чтобы им платили. Ну, им повысили, повысили. Но законной нормы они не добились. А вот я думаю, нам надо поставить задачу добиваться оплаты по закону. Теперь, значит, возникла проблема. Раньше все знали, что 8-часовой рабочий день. Значит, 9-й час уже сверхурочный. 10-й, сверхурочный. Значит, полтора раза. А теперь они 8-часовой изъяли из кодекса. Я даже не заметил. Вот Иван Михайлович заметил, он говорит, а нету его. Я стал смотреть, нету. Но есть 40-часовая рабочая неделя. Максимальная продолжительность. Максимальная продолжительность 40 часов. А если максимальная 40 часов, а вы работаете 5 дней. 5 дней в неделю пока. Хотят убрать, 5 сделают. 4-й же. А тогда будет 10 часов, будете работать. Завидят первую плату. А только потом 11-й час, только будет полтора. А тут получается уже 9-й и 10-й. Так вот, делим 40 на 5, получаем 8 часов. Значит, 9-й и 10-й час вам должны оплачивать в полтора. А вот следующие часы в двойне. И все работы выходные дни в двойне. И вы, если вы, так сказать, сорганизовываетесь, то, конечно, не в одиночку, а так вот. В один прекрасный день. Вот все мы написали заявление против, оплачивается согласно закону, статья такая. Значит, а теперь я хочу сказать, что если и вам еще одна проблема добиться, чтобы вся бухгалтерия была белой. Рассказываю, как было дело в Москве в организации, которая называется «Донстрой». Это огромная организация. Я сначала думал, откуда «Дон» там? Какой «Дон» в Москве? Оказывается, это «Дома особого назначения». Структура коллектива такая. Тысяча москвичей, которые работают на технике. Это крыльщики, это бульдозеристы. Там не москвичи, там русские фастарбайтеры работали. Ну русские, ну русские, короче говоря, русские, короче говоря, квалифицированные. 29 тысяч не квалифицированные. И вот, значит, вот это, и они все, вот эти 29 тысяч, у них нет трудовых договоров, они не оформлены. Поэтому у них очень низкая зарплата. И она давила на зарплату у этих тысяч. Вот это тысячи человек организовало остановку производства с требованием, чтобы всех оформили по трудовым договорам. И вот после этого налетели прокуратура, там депутаты пришли. Потому что когда люди поставили вопрос, тогда это все закрутилось, пошито. И, короче говоря, все это дело оформили и, так сказать, проблема была решена. Поэтому очень много можно сделать, если это дело делать. Вот я думаю, вы сказали, что это будет профорганизация, вы профорганизация, обсуждать, что вы будете делать и коллективно решать. Если не мы будем решать, это вы будете решать. Вот это дело, что вы должны сами решать, что вам делать. Это вы можете любые советы. Мы можем через вас как-то с Москвой больше связываться, общаться больше? С Москвой? С вашей поддержкой? Вы можете связываться. У нас есть московская организация. Вот. Фонд рабочной академии. Это, чтобы они собрали там московских корневщиков, например. Вот если будет инициатива, вот они об этом... У нас идет инициатива, чтобы мы общались с москвичами тоже. Инициатива действия. Если будет сообщено, что у вас создана уже... Вот тогда можно будет разговаривать с москвичами. А если вы придете, мы в Ленинграде собирались в городе трех революций, не создали, не создали профсоюзную организацию, когда Москва начнет. Аврора, как мы заряжали, что ли, то камень. Да, правильно. Такая суть. То есть вот они в Москве тоже что-то будут. Хоть сареды поднесут. Ну, когда Москва соберется. От вашего имени и по вашему поручению мы готовы общаться с кем мы будем. Если вы будете ждать, пока могучая торпа какая-то поднимется, вы будете ждать, пока могучая торпа какая-то поднимется. Этот самый желтость раньше появился или дух? Курица, наверное, или яйцо? Ну, хотите, я этот вопрос сразу человек распознал. Я знаю, я это наводка. Курица или яйцо? Кто раньше? Наверное, инкубатор. Инкубатор, наверное. Нет, инкубатор точно позже. И позже яйца. Вот мы все сейчас доним в инкубаторе. Отвечаю, яйцо это курица, как яйцо. А курица, это яйцо, но уже как курица. Поэтому тут не два предмета, а один. Профсоюз в начале и профсоюз в конце, это все равно профсоюз. Он все время меняется, но он разрастается. Мы, вот еще раз, вам надо сделать акт учреждения. И тогда мы можем говорить, с кем связываться. Потому что одно дело я связываю, у нас есть Иванов, Петров, Сидоров. Мы тут собрали и разговаривали с другими людьми, с другой организацией. Вот давайте в Москве, давайте то, вся будет бурлить. И ничего не... Знаете, когда у вас чайник и нет, все бурлит, 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 а супа нет. Мы с вами общались, например, вы можете... Ну и что, товарищи работники, не уподобляйтесь к нашему брату и клиентам. Вот моя работа состоит в том, что вы говорили. А я чувствую, что вы гораздо больше тут разговариваете, чем организовываете. Вы сделаете действие, которое нас ведет. Я пока не так стараюсь. Пролетали все стран, соединяйтесь. Соединяйтесь, пожалуйста. Нам надо общаться подольше. Значит, предлагаю решение. Давайте через неделю. Предлагаю решение. На этом сейчас... Завершаем? Да. Так, в течение этой недели вы учреждаете профсоюзную организацию с названием пока рабочим названием «Бысота». В следующий воскресенье в 16 мы здесь встречаемся. Уже у дома, а не у метро. Правильно? В 16 встречаемся и обсуждаем, что будет делать эта «Бысота». И как делать? А сколько у вас членов профсоюза? Кто руководитель? Кто председатель? Что вы можете вести уже? Правильно? У вас будет... А ты что будет тогда? Профсоюзное собрание. А вы открыты для нас. Вы нас пускаете на профсоюзное собрание. Можете и не пускать. Это уже ваше дело. Правильно? Но мы вас пустим. Ну, не знаю. Это вы сейчас говорите. У него изберут, но он меня не пустит. Вы плохо меняете, да? Нет, вы видите, мы же общаемся между... Я, знаете, я одного не понимаю, почему такая страна добилась больших успехов в своем время. Потому что не боялась действовать. Все сводится к тому, чтобы как-то затушить... Не так, а я сделала их рабочие. Не такая страна добилась, а добился рабочий класс в России. В союзе с колхозным и сеансом. Им помогали интеллигенты. Интеллигенты в России всегда на помощь рабочему движению найдутся. Вот некоторые здесь есть, но они не все. У нас, например, в рабочей партии рабочих мало. По сравнению с интеллигентом, интеллигентов больше. Но у нас правило такое. Голосует... Вот когда идет голосование, большинство рабочих... То есть, если, скажем, двое рабочих присутствует на собрании и 20 интеллигентов, значит, сколько может интеллигентов голосовать? Один. Всегда, чтобы было большинство рабочих. Потому что если будет рабочая власть, будет совсем другое дело. А если будет власть таких, как я, будут все разговаривать, разговаривать, разговаривать... Ну все, решили? Все. Спасибо вам за общение. Очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok